В этом видео мы разберемся, что такое гипердефляционные токены на примере Ultima. Существует множество классификаций криптовалют, но глобально их можно разделить на инфляционные и дефляционные. Эмиссия или общий объем токенов на рынке инфляционных токенов увеличивается, а дефляционных строго ограничено и уменьшается. Гипердефляция же – это когда предложение на рынке резко уменьшается, а растущий спрос и дефицит начинают сильно стимулировать рост цены. Зачем нужно ограничивать и снижать объем монет на рынке? Для того, чтобы со временем на рынке образовался дефицит, который по экономическим законам приведет к росту цены актива. Предложение Ultima ограничено 100 тысячами токенов. Это один из наименьших показателей эмиссии на рынке. Ограничение эмиссии – не единственный дефляционный механизм. Ключевой инструмент дефляции Ultima – халвинг. Основная цель халвинга – сдерживание инфляции криптовалюты за счет сокращения эмиссии новых токенов. Халвинг стимулирует рост цены криптовалюты и повышает спрос. Правила халвинга Ultima – одни из самых строгих на рынке. Если халвинг биткоина происходит примерно один раз в четыре года, то Ultima – каждый год. Сейчас на рынок поступает примерно 900 биткоинов в сутки, в то время как Ultima – всего 50 токенов в день. Дневной объем Ultima будет снижаться в два раза каждый год и к 2028 году поступление токенов на рынок автоматически снизится с 50 в день до одного токена в день. Еще одним продуктом, который способствует сокращению предложения Ultima и росту спроса на токен, является кошелек Smart Wallet. С каждой транзакцией в кошельке взимается комиссия, которая автоматически замораживается в блокчейн на 50 лет, тем самым еще больше сокращая оборот Ultima и увеличивая рост цены. На рынке существует несколько дефляционных криптовалют, но только Ultima стала по-настоящему гипердефляционным токеном. Это и делает Ultima безопасным и выгодным решением для тех, кто хочет зарабатывать на современных технологиях.